Девушки отдыхают... Помолимся. Царь Небесный, Утешитель Дух Истины, Ты везде есть, Весь мир наполняешь, Сокровищница благ, И жизнеподатель, Приди, вселись в нас, И очисти нас от всякой скверны, И спаси благой души наши. Господи, просим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот вечер. Сохрани нас также в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему всякие распы, разногласия, утиши Господи. Вот Ты сказал, что должно прийти им, но должно также и, чтобы появились люди, которые бы разобрали, помогли нам быть единомысленными в этих разногласиях. Помоги нам, Господи, просим Тебя, ибо без Тебя не можем делать ничего. Дай нам этих искусных людей. Тебе же славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 5 января 2020 год. Послание к римлянам, 14 глава, 21 стих. Лучше не есть мясо и не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Толкование. Ты, говорит, принуждаешь брата есть то, чего он не осмеливается есть. А я говорю, что ты должен воздерживаться от всего, что соблазняет брата. Не потому, что это зло, ибо все чисто, но потому, что это соблазняет. Словом, притыкается, показал, что он ослеплен. Ибо притыкаются слепые, а соблазняется он, как легкомысленный, изнемогает же, как маловерный. Всем этим привлекает сильнейшего к помощи брату, как совершенно немощного. Вопросы. Ну, для тех, кто, может быть, забыл или не был на прошлом занятии, напоминаю, что мы говорили о том, что христиане, пришедшие из иудаизма, все держались еще ветхого закона, который запрещал вкушать свиное мясо, то есть нечистых животных. Закон Моисеевых, Моисея запрещал вкушать. И они, став христианами, не могли поверить в то, что уже в Новые Заветы, что Бог все очистил и все держал из этого закона иудейского. А совершенные братья, они уже вкушали из язычников свинину, и апостол Павел вот этих вот совершенных и несовершенных, он хочет примерить. Совершенные, чтобы не превозносились, не тщеславились, а несовершенные, чтобы наконец-то уверовали и поступали как совершенные, что ли. И вот он дальше, апостол Павел пишет, 14 глава, 22 стих. Ты имеешь веру, то есть он обращается к совершенному, который вкушает свинину и не думает, что это нечистое. Имея ее сам в себе пред Богом, блажен кто не осуждает себя в том, что избирает. Отбирает толкование. Здесь тайно намекает на то, что совершенный высказывал совершенство свое под тщеславием. Говорит, ты хочешь показать мне, что совершен в вере относительно пищи, веря, что все хорошо и чисто? Не показывай мне, но удовольствуй себя свидетельством совести пред Богом, которому показываешь это. Хотя другой и не увидит твоего блаженства, ты будешь доволен сам собой, если сам не осуждаешь себя и совесть твоя не осуждает тебя в вещи, которые ты одобрил или избрал. Разумею, это только о настоящем предмете, то есть о пище. Вопросы? Римлянам 14.23 А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Толкование. Кто сомневается, говорит, и ест, не убедившись, тот осуждается. Почему? Не потому, чтобы пища была нечиста, но потому, что не был уверен, что она чиста, и думал, что прикасался к ней как к нечистой. Кто не убежден и не верит, что пища чиста, тот ест ее с лукавой совестью, тот, конечно, грешит. И вот на прошлом занятии у нас возник небольшой спор. Брат Игорь говорит, что никакой это не грех кушать свиное мясо. Бесспорно. Но если ты кушаешь ее на соблазн, то это, по моему мнению, я говорил, что это грех. Вопрос. Ну, тут, видишь, соблазн. В чем соблазн-то? Только в том, что тебя, допустим, мусульманин не будет воспринимать. Ну и ничего из этого тоже. То есть, его-то в грех это не вводит никак. Просто это ты не сможешь ему проповедовать, только в этом смысле. Потому что он тебя не будет слушать, ты потому что как будто съешь. Он тебя будет, как бы, ну ты для него никто будешь в этом смысле. Вот только в этом. Так-то ты, он и так, и так тебя не воспринимает. Если цель у тебя ему проповедовать Христа, то да. А если нету, все, можешь есть. Так. Ну что, дальше идем? Римлянам 14, 24-26 Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано, но которая ныне явлена и через писания пророческие по повелению вечного Бога возвещано всем народом, для покорения их вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь. Толкование. Оканчивает увещание молитвой всегдашней обычай апостола Павла. Так поступает он и теперь, молится о несовершенных и не только словом научает, но и молитвами и спрашивает, помощью Бога, могущему утвердить вас, несовершенных, колеблющихся, каким образом? По благовествованию моему, то есть, дабы содержали то, чем я учу. А благовествование мое и проповедание Христова одно и то же, ибо это не наше учение, а его законы. По откровению тайны. Это знак величайшей чести, что мы стали участниками в тайнах, то есть, в предмете, который, хотя издревле предопределен, но явлен ныне через Писания пророческие. Минутку, пожалуйста, подождите, человека добавлю. Мир всем. С миру. А это кто? Это, ну, он, это номер один. Вот он уже в пятницу был, пока не знаю кто. Пока такой анонимный человек. Так, просьба ко всем все-таки поставить свою фотографию и фото. Убедительная просьба, чтобы, ну, мы же не скрываемся от вас. Я вот Сергей Попков из Барнового, все видно, почему вы... Имя, Сережа, не фотографию и фото, а фотографию и имя. Да, имя, фамилию и фотографию, просьба. Нас можно в интернете найти, набрал нашу фамилию любого, вот Игнать Тихоновича, он Сергея, хоть кого, и мы там в интернете есть. Чего скрываться-то? Ну, немощные еще, видно, скрываются. Боятся из опасения уйдеев или мало ли что. И тогда в те времена скрывались. Никодим скрывался ночью, приходил ко Христу, Христ тоже его не выгонял. Поэтому я пока никого не выгоняю, но прошу. Так, идем дальше. Посему, чего бояться тебе, немощный, чтобы едением свиного мяса не отступить от закона? Но вот все писания возвещают ту тайну, которая вводит безразличие в пище. Это совершается даже по повелению вечного Бога. Поэтому твой долг не противоречить, но верить и повиноваться Богу. Ибо вера требует послушания, а не пытливости. Кроме того, так верят все народы, ибо тайна та сделалась известная всем. Как же ты продолжаешь рабски служить закону? Единому премудрому Богу сказал для того, чтобы отличить Бога от ангелов и нас. Отнюдь не от сына, да не будет, ибо мудрость отца есть сын. Итак, слава тому, кто явил тайну, а не закону, к которому ты продолжаешь прибегать, наблюдая различия в пище. Открытой всем народом через Иисуса Христа, ибо тайну открыл народом сам тот, кто послал учеников научить все народы. Так. Вопросы? Ну да, просто напомнить, что это о чистой и нечистой пищи речи. Да, только об этом. Ни о каких постах здесь речи не идет. И тот, кто перетолковывает эти места, натягивая на посты, тот согрешает. Далее апостол Павел начинает, продолжает, вернее, увещевать уже сильных. И он говорит, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Толкование. После молитвы опять предлагает увещание и услаждает совершенных тем, что поставляет их наряду с собой, называет сильными. Не сказал же просто немощи, но немощи бессильных, то есть усугубив выражение, чтобы привлечь их к большему милосердию. Сказав об обязанности нашей сносить немощи других, научает, как исполнять ее. Для этого, говорит, нужно, чтобы мы искали не своей, только пользы. Вопросы? Нет вопросов. Все сильные? Отнюдь. Время на 15.2. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. То есть каждый делает то, что угодно ближнему и служит брату только во благо. Она бы не сказала, кто из совершенных. Вот и я влеку брата во благо, присовокупил к назиданию. Ибо хотя и благо то, что делаешь теперь, но так как это неблаговременно, то дело твое обращается в разорение. Ибо неблаговременное обличение не назидает. Ну, вот здесь такое, на мой взгляд, некое противоречие. Есть такое место в Священном Писании. Обличай во время и не во время. Увещевай, настой. А здесь, ну, говорят, что вот он пока еще немощный. Хоть он и христианин, но он ест овощи. Пока не время. Пройдет время, можно быть уверен. То есть не сойди к нему. Такому же надо обличать. Ну, можно я тут немощным языком рассужу тут тебя. Там, где ты место к Тимофею приводишь, там говорится о том, что это проповедь идет. То есть к людям неверующим. А здесь к братьям. Разведание. Там же запрещай, увещевай, вот такие. Это не к братьям разве? Я думаю, к братьям тоже. Мне кажется... А что запрещать-то и внешним-то? Внешним, ну как... Да даже и к братьям, оно рассказано. Не мечите бисер перед свиньями. Кто свиньи? Это братья, которые ведут свиную жизнь. Которые едят свинину в пост, например. Он свинья, что ему в бисер метать? Он неверующий совершенно. Называется православным, посты нарушает. Тогда он вовсе и не брат. Так, ну тут... Значит, конкретно обращать надо именно к этому делу. Именно вот к этому. Не едение мяса, а именно к нему. И все. То есть то, что ты вчера говорил, грех, грех, грех. Оно тебя вот сейчас в ловушку поймало. А это не грех, а назидание должно быть. И вот такое, когда благовременное, а не благовременное. Чтобы не разорить. Ну мне кажется, тут в любом случае, уж даже вовремя, в любом случае, обличение должно быть с рассуждением. Ну то есть, а с рассуждением, следовательно, вовремя. Уж понятное дело, что просто так, там, не вовремя сказать. Действительно не будет назиданию. По предыдущему можно еще Василия Великого зачитать? Ну, в чат скиньте, чтобы нам видно было текст. Читайте. Ну, или давайте я зачитаю. То есть, как сильные должны носить немощи бессильных? Ответ. Ежели носить, значит, взять и уврачевать. По написанному, что он взял на себя немощи и понес болезни. Матфея 8, 17, Сайя 53, 4. Не в том смысле, что возлагает он это сам на себя, но в том, что врачует страждущих. То есть, здесь прилично будет разуметь тот способ и закон покаяния, которым врачуются немощные при попечительности сильнейших. То есть, сильнейший, который ест свинину, он должен сначала убедить этого человека. Пред этим лучше, конечно, самому не есть, я так думаю. А когда уже он убедится и скажет, да, я был неправ, все, Господь очистил, то, что чистое того не почитай нечистым. Вот, кстати, впереди мы читали, что все Писание говорит, что вот эти вот уже нечистых животных не существует. И весь, почему-то языческий мир в это уверовал. Где этот толкователь, откуда взял, кто может напомнить. Где это в Священном Писании написано, что все это отменяется. Я имею в виду, что на тот момент, когда это писалось Кремленам, ни Деяния еще, наверное, книги не было, ни Нового Завета еще, как такового, наверное, не существовало, написанного. Когда это было послание написано Кремленам? То есть они руководствовались только Ветхим Заветом, Моисеевым Законом. И в этом законе должно быть пророчество, которое выговорило, что когда-то наступят времена, что можно чистое уже и нечистое уже не различать. У них там собор был, в Деяниях описано это. Они собрались и решили это, там, апостолы. Ну, это собрание... То есть это описано в Деяниях-то описано это, но это было-то еще до того, как описано в Деяниях. Соответственно, уже всем знали. Разослали всем язычников, чтобы они удерживались от идола жертвенного, там, блуда. Крови и удавленины. Да. И идола жертвенная, и чисто, и нечисто. Это разные вещи. Нужно различать, братья. Нет, но вот там и было это, что вот от этого типа удерживайтесь. То есть нет ничего про нечистого не сказано. Следовательно, нет этого. Оно и не может быть, потому что 10 глава нам рассказывает об апостоле Петре, как он получил от Господа это знамение, это сосуд в виде полотна за четыре угла с неба, сошедший со всякими животными, земноводными и так далее, птицей. Ты сейчас расскажи иудею или там мусульманину. Мне было видение, что вот я сон мне приснился, что теперь свинину можно есть. Что тебе мусульманин скажет? Знаешь, что я со своим сном? Отдыхай. Меня ты не переубедишь. Тут не на сне должно быть, а убеждение. А толкователь нам говорит, что все Писание говорило об этом. Вот что меня смущает. У язычников вообще не было чистого, нечистого. Да. И как они вообще... Они легко приняли это. Для иудеев был соблазн, да? Вот толкователь говорит, но вот все Писания возвещают ту тайну, которая вводит безразличие в пище. Причем здесь написано, все Писания возвещают, подчеркнутое, выделено. Дайте место. Игнать Тихонич. Я не пойму, что... Можете? Что-то ты меня зовешь? Да. Так мое время не настало, еще полчаса. У нас вопрос по прочитанному. Мы сейчас разбираем послание к римлянам, и у меня вопрос. Здесь толкователь говорит, вот все Писания возвещают ту тайну, которая вводит безразличие в пище. Где различие в пище? Писание, я знаю, где это написано, я найду легко. А где безразличие в пище Писание говорит? Я имею в виду Ветхий Завет. Да, прямо к Тимофею пишет, говорит, всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительное. Если принимается дальше, ощущается Словом Божьим молитвой. А кто подруг? Да, они не могли учиться иудеи на толкованиях к Тимофею. Это мы сегодня их имеем. Тогда не было еще этих посланий к Тимофею. Я не успел сказать, ты меня перебил, значит, я не нужен. Я спросил вопрос, где в Ветхом Завете? А вы мне новые говорите. Ну, Ветхом-то, что тебе непонятно? В Ветхом-то, 11-й левит, бери, считай, там все расписано. Чешуя, копыта раздвоенные, жвачки. А в Новом Завете ничто не предосудительное. Брат, почему ты решил, что это именно про Ветхий Завет, он говорит, толкователь? Ну, в Завете Павел говорит об этом, в Новом. И люди, которые учат, что теперь вот нельзя, как по Ветхому Завету. Это учение бесовское названо. Это очень строгий приговор. Запрещающее вступать в брак и вкушать пищу то, что Бог сотворил. Еще надо, что-то, пояснять нечего. Ты в Китае... Ну, тогда вопрос такой, Игнатий Иванович, тогда такой вопрос. А вот до принятия закона они могли свинину есть? Верблюжатину, конину? Какого закона? Христианского? Ну, который разделил, вы сами сейчас назвали левитом. Ну, об этом мы считаем. Деяние, 15-я глава, они уже на соборном решении это вынесли. Нет, он говорит, про левителю 11-ю главу до того, как закон Моисея установил. Они все мясо ели сподряд. Там вот Авраам и другие, которые были. Ян Златоуст очень просто поясняет. Не потому, что нельзя было, или творение. Написано, все сотворилось, все хорошо, весьма хорошо. Это нам только кажется, что не хорошо. А у Бога это все хорошо. А почему? У них был Бог-бык. Они сделали вала, идущего траву, 105-й псалом говорит. Они поклонялись быку, как в Индии. Так это же не Бог, это творение. А вот теперь стиснул Господь их. А у них что там были с собой-то? Какие? Как раз были животные, держали копытных со жвачкой. Остальное нельзя есть. И они вынуждены были поневоле колоть эту скотину. То есть Господь принудительный заставлял Божество разрушить. Только поэтому. Не то, что там бык вкуснее, чем крокодил. Нет, конечно. Только так. То нельзя, это можно. А что можно, то считалось, не притрагивается. Священная корова. И вынуждена эта обстановка, а они стиснутые таким повелением, начали колоть богов. Увидели, никакие это не боги. В Индии, как говорят, вот он торгует там каким-то зеленью, а корова зашла на базаре. И он не имеет права отогнать. Он плащет, стоит, а она все пожирает. Я один раз считал такое. Город Бомбей, это многомиллионный город. И каким-то путем на аэродром попали коровы. И прогнать их никто не может. И Боинг, 350 человек, кружит над городом, чтобы коров прогнали. И только один из служащих догадался, мигом помчался в зоопарк, записал рев львов и принес их на полную мощность. Коровы хвосты дудкой и тогда убежали. То есть 350 человек намного меньше значит, чем одна корова. И вот теперь стиснутые такими рамками, они начали этих богов, в кавычках, коров, колоть. У меня стихотворение такое, стиснутое законом. И увидели, что это никакие не боги. Вот и все. Ну, теперь на места-то все осталось, Сереж, что ты понял теперь? То есть до закона могли есть. Что тут объяснять? Я даже не знаю, что объяснять-то, когда Господь так сделал. А причина, почему сказал чисто-нечисто, не по творению, а по тому, что там, где они жили, в языческой стране, оно посчиталось за божество. Чистейшее и святейшее. А теперь то нельзя, другое нельзя, одного века резать. А что делать? Вначале резать. И увидели, что не бог, все. У меня вопрос был такой, как на основании Ветхого Завета убедить христианина иудея вкушать свинину? Еще раз повторяю вопрос, как на основании Ветхого Завета убедить христианина иудея вкушать свинину, которого учили ее не вкушать. Тебя никто не ставил убеждать. У них закон, где-то водитель ко Христу, давай няньку уберем, а он еще не принял ее. Иудея убеждать. С чего ради его убеждать-то, когда он не принял учения Христова? Откуда ты взял это убеждать? Написано, идите и будете мне свидетелями, а не убеждающими. Мы забыли, что в Евангелии написано свидетельствовать о Боге, а не убеждать. Поведут перед правителями для свидетельства. А обращать это не наше дело, а о Боге. Благодать обращающая ему принадлежит. Все. Сережа, ты опять так и не дошел, что ли? Господь сотворил в начале творения все были животные угодны Богу. Вот и все. Что тут еще? Открывать третью, вторую, третью главу бытия и все понятно. То есть мне надо теперь этому совершенному, несовершенному, который ест овощи, сказать, вспомни, как раньше дорогой было. Все же разрешалось. Что ты за инвестиции ухватился? Правильно. И рассказать ему то, что Игнат Тихонович сказал. Откуда появились законы? Потому что сделали богами тех, богами тех сделали. И Господь дал им, чтобы они своими руками их закалывали и видели, что это не боги. Вот и все, откуда все пошло. То есть надо первопричину указать, закона. А его не было такого закона. Вот. Теперь понятно, как. Как мы сильные должны сносить немощи бессильных. То есть как. Вот убеждением, не просто там наешь, а иначе отлучу тебя от церкви. Римлянам пятна. А те, это уже были христиане, которые они были христиане, это к братьям он пишет. Как Игнат Тихонович говорит, что не надо его убеждать? Он принял уже христалл, он просто не ест свинину и все. Сергей Павлович, минуточку, послушай еще. Я советую одно, по любви. Возьми выше планку. Я боюсь быть соблазном. Я же не знаю, кто рядом стоит. Еще я буду держаться-то. Пузо наращивать-то. И поэтому не свинину. Вообще я запретил всякое мясо заносить для живого. У нас нет мяса. Нет мяса. Не еди. Никакое. Не потому, что греховоздержание, оно поощряется церковью. Меня уже проверяли в Синодии везде. Я не против. Не против. А есть, говорит, запрещающее вступать в брак и пенять пищу. То, что Бог сотворил. Это учение бесовское. Внимая духом обольстителем. Бесовское учение. И чтобы этого не было, соблазна не было, я отказался, и все. У нас принято решение свитеры не носить в храме, только под рубашку. Когда было принято с материи срогов. А мне на подарили, еще только не было их. Там с севера прислали, я не знаю какие. Я их все собрал, набил рюкзак и пошел в дом инвалидов и все раздал до одной. У меня нету ни одного жемпера такого. Все. То есть, я никогда, ни разу не попадал под то, что надел неправильно. Никак. Просто я стою и не застегнулся. У нас в армии было в то время-то. И накажут. Теперь, как бы трудно не было, я никогда не расстегивал. Застегнул 57 лет назад. Так и хожу. Просто себе посадить какие-то рамки. Я не хочу быть соблазном. Тем более, за человека, за которого Христос умер. Поэтому взыскание будет строгое. А чтобы не было, я исторг все причины, по которым меня могут надавить. Показать пальцем. Вот и весь ответ. Это от любви к Богу. Одну десятину и приходится уговаривать. А я уж не говорю, подражайте мне, как и о Христу. Со страху умрете. Вот возьми на себя кто-нибудь девять десятин заработанных отдавать на дело Божье. А себе из ста рублей десятку так и оставлять. И все кончилось. Вся эта болтовня. Мне никто это не говорил, что надо больше брать. Я просто понял. Мы бежим на ресталище, я должен быть первый. Получить награду. Павел говорит, бегите, чтобы получить. Один получает награду. Меня это пронзило. Я буду верующий, как попало. Ничего у меня не будет. Поэтому все, где какие запреты были, я сразу подверг, как говорят, обструкции. Павел говорит, в бдении. Меня это тронуло. Почему тебя не трогают? Бдение. Бдение – это молитва. Сегодня я встал без пятнадцати, двенадцать. Сразу за молитву. А рядом спит. Он позже лег. Я за него помолился. Любое слово. В посте и молитве Павел говорит, тогда пост никогда не нарушай. Ни в больнице, ни в тюрьме, ни в армии, нигде. Ну, просто помни, придется на суд предстать Божий. И там уже оправдания не будет. Если я брал с такой скоростью бежать, там, 30 километров в час, то ясно дело, спрос будет меньше, что я вперед себя не пропустил лишнего человека. Я просто делюсь опытом. Павел не боялся сказать, подражайте мне, как я Христу. И в ком увидите подобный образ. Сосном начни бороться. У меня в прошлые годы на сон уходило два с половиной часа в сутки. Постепенно довел. Почему? Я ревностный. Ревную. Во мне огонь разлитый. Мое имя по-латински огненный. И весь сказ. Я специально говорю, чтобы вас раззадорить. Прошлые годы, кто знает, какая была цена хлеба. Бетон возить тачкой на второй этаж. Это какая работа должна быть? А у меня уходило 9,80, 11 рублей. Или 11 рублей в месяц. Вот и весь сказ. Во всем себя сокращай-то. Тонкие, звонкие, прозрачные. Игнат Тихонович, пенсию подняли, да, вам? Да, сейчас я узнал, подняли. Подняли. Поэтому я взял по высшей шкале и вчера батюшке нашему, отцу Акиму, родному брату, который богаче меня, может, сто раз. Я на это никогда не смотрю. Я в конверт запечатал и ему в руки подал. Он взял. Вот я посчитал по сколько, умножил на 12 месяцев и в первой же встрече с батюшкой, с родным братом я ему отдаю. Благослови, батюшка. Я хочу быть благословенным. Десятина это завершающее благословение. Больше десятины не могу давать. У меня пенсия. Я работать не могу. А раньше я на 2-3 работах работал. И выработка всегда была 280-300 процентов на всех работах. Вот и все. Подражай мне. У меня деньги всегда были. А оставалось из заработанного только 10 процентов. А остальное может быть тысячи Евангелий подпольно напечатали. Отдавали баптистам отделенным. Которые печатали Евангелие. То есть у меня разум свой. Тебе может быть другой, да, но тебя выше возьмешь шкалу. Но я не достоин там. Выше не взял. Я стал уменьшать 20,5 часа и понял. Я засыпаю на ходу. Сразу попятился назад. А сейчас сколько вы спите, Игнат Тихонович? Я сижу печатаю. Руки печатают. А голова я носом упал, нос разбил, кровь потекла. Уже раза три клюнул в клавиатуру. Сегодня чуть не на занятие чуть не упал. Локоть подскользнулся. Они уже меня тут охраняют, друзья, братья мои, любимые. Ну, не удержался. Потому что встал-то когда? В начало суток я вошел бодрствующе. В интернете сколько тут работы? Сколько у меня? 12 или 13 помощников. И они все мне надо разнести, картинками снабдить, повторы проверить, потом закачать, потом выставлять. Ежедневно выставляю в среднем 35 роликов. Молился сколько лет? Помощникам, Господи, наставникам, советникам. И в этом году Бог дал. И каких советников, помощников-то радостные все? Спрашивают у вас из-за недостатка сна. Были ли какие-нибудь галлюциации когда-нибудь? Не было ни разу за всю жизнь ни одного видения ни слухом, ни ухом, ни брюхом. Ничего у меня не было. Я почему не искал этого? Зато он говорит, я в чудесах не нуждаюсь, у меня вера побеждающая все. Ни разу ни одного слова. Вот относительно стихов, да, понятно, что стихи так не пишутся. Там их перепортили, когда перепечатывали. А как? Ну так. Вот возьми пачка продается, пачка, 500 листов. И у меня семь пачек одна на одну, снизу доверху записаны стихи, и ни одной помарки нету. Так не бывает. А как? Как бы одна строка во время молитвы, вот так вот у меня, я показываю даже как, как бы мысль такая, вот, вот так вот, не знаю. Я тоже записываю эту строчку. Только кончили молитвы, я сразу до 35 строчек дописываю с чистого листа. Сегодня слушаю, это во много крат выше моего интеллекта. Я доверяю Богу, благодарю Бога. Коров пошел пости, нынче попросили там, ну вот, несколько лет назад-то. Я вечером вернулся, 4 стихотворения по 36 строчек. Не зря Виктор Николаевич столько их положил на музыку. Вот сейчас ты пел это, младенец вот так, в Ифриеме. Ну. Родился, младенец родился в безвестной пещере. Такое обычное дело. Нет места для черни, 2000 лет провисело таблички. Не напишешь так. Она строка бегущая. А почему? Доверие Богу. Я неустанно стучу и стучу ворота небесные. Господи, прости, ты сам сказал, не пристанно молитесь. Вот я сейчас смотрю, кто-то говорил, пьяниц один тут пристал ко мне, а вы за меня молитесь? Я говорю, я молюсь, что-то так слабо молитва-то идет. Ты, наверное, пьешь там, ну да. Ну, так еще что-то спрашиваешь. Сейчас один опять зашел. Вот я блудил, да там рукоблудием занимался, да на вас наткнулся, да неужели меня это никогда не покинет и в храме боюсь. Я ему ответил, выходи на скайп. Это все Господь ответил уже. Без мухляжа, без обмана. И вот когда начинает говорить, вот мужчина на мужчинах, там, садом, я знаю, грех есть, раз написан, но мне никак это не верится. Ну, неужели это, ну, ни одна скотина этого не делает. А как же это так? И главное, садомитов казнили. У Гитлера смертная казнь была. И Сталин их сажал. Статья была, убрали статью. Это означает, земля готовится, сгорит земля и все на ней, а горит садом. Весь мир должен быть садомом, и Бог оправдан будет в приговоре огненного пожара. Вот в чатке все пьют. Игнать, я им показываю, почему вы пытаетесь залить блудный огонь, который предвещает генский огонь, как богач просил, конец перста, я им объясняю, как, вот почему вы пьете все блудники. Слушаю. Игнать Игоревич, ну до 4-х срока-то поспите хоть раз-то полностью. Хоть один день-то. Никак, не могу. При кончении, вот я знаю, был Владимир Куц, фамилия Куз, он в Вельбурне заработал золотые медали на дальней дистанции 5-10 тысяч метров. И он, я тогда в армии был еще считал, там где-то 59-й, что ли, год где-то. Особенно близко к финишу надо прилагать. А у меня финиш-то при большей крепости 80-й, а то я уже на 9-й десяток перелез. А то что ж такое? Мне говорят, вас не будет, тут начнется дележ. Вроде, ну имущества нет, Володе все подписано. А за командование, я думаю, не надо никогда, я нигде же не командую. Вот позвал меня Сергей, я вышел, утром сказал, молитесь. Я начал молиться вслух. Я нигде не лезу. А зачем? Потому что то, что слышит, я все переваривать должен. Сравнивать, мысленно проповедь говорю. А когда быстро люди отвечают, если он-то заранее не отвечал и не знал, это означает, необдуманно отвечает. Особенно женщина, она нерегкомысленная. Не успеет мужик сказать она три слова в раз и припомнить, что 10 лет назад было. Это Лев Толстой пишет. норовит сказать два слова в раз. Там отоспимся, когда поймем. И все же говорят, спи, дорогой брат, земля да будет пухом. У меня могила будет особая. Могила евангелизирующих людей. На кресте, чтобы всегда висел ламинированный Новый Завет. И на груди у меня лежал в гробу. Я уж сколько наказываю вам. Не обмывать. Гроб не не обивать нищем. И проверить на несколько раз, умер я или только заснул. Говорит, а вас мощи будут резать. Там священник один говорит. Поверьте, его, говорит, канонизируют. Я говорю, как с сапогом дам? Я сапоги положил стоптанные. Меня в них обуть, чтобы это Епифаний Критский. Он же еврей был. И сатана подошел к нему, научил его воевать против Златоуста. А Златоуст говорит, ты домой поедешь, не доедешь. Он говорит, а тебе ссылку пошли, ты тоже не дойдешь. И оба пророчества сбылись. А один матрос хотел узнать, еврей он обрезан или не обрезан был. Епифаний. А он мимо идет, матрос, он говорит, не искушайся. А он не понял. И когда его уже положили, он все уже умерто. А он подошел и покрывало решил поднять и посмотреть у него там обрезан или не обрезан. Он как мертвый, как дал ему. Он головой о палубу и коньки откинул. Вот я так этих пуговик, кто мощь режет. Как дам сапогом-то из могилы вылетите сразу. Конечно, все это с насмешкой. А то скажут, смотри, к святым прилагунился. Игнатий Игнатий Игнатий, Игнатий Игнатий, а псалты с выражением читать на русском языке, да? Да, конечно. С сокрушением сердца. Ну все. Я вот когда в Потеряевке бывает, занятия идут, ну особенно допрос Христа, я говорю, ну кто как просчитать? Они никак не могут. Я говорю, эх, не хватает Игоря Добунова. Со стороны кого? Ну, просчитать с выражением какой-то текст. Надо же воображать, это Пилат говорит, вот это Христос отвечает. А они так монотонно, ну как у Грибоедова Александра Сергеевича тоже написано. Считай, говорит, с толком, с расстановкой. Никак, девичок. С толком, с чувством, с расстановкой. Да, да. Постой-ка, постой же, на леске черкни на записном. Во вторник зван, зван, там, на форели. А там, когда она, говорит, не родила, но по расчету моему она должна родить. Ладно тут. Слово сказать можно? Игнатий Тихонович, вы говорите мне, в гроб положите Евангелие. А сегодня батюшка рассказывал, говорит, пошел на отпевание, а женщине в гроб положили бутылку и сигареты. Ну что ж это? А у нас женщина передает, Казбек купила дорогой, вот по одной папироске, помолитесь за мужа, он любил курить всегда, и нищие-то принимают папироска. Что надо? За себя я подал. Говорят так, когда человек не болел и подал, это как золото. А когда заболел, раздавать начал, как серебро. А когда его же деньгами распорядятся после смерти, это как медные монеты. Так что мне Господь дал счастье при жизни все в золото превратить. Вот говорю так специально, ревнители сейчас начнут, о, он себя возвысил. Написано, говорит, хвалящийся, хвались Господом, я Господом хвалюсь. Я прожил легко, свободно. Ко мне в рот никто не залез, за всю жизнь ни разу. Вот сегодня я снимаю, но уже не снимал, как причащаются. А когда начался молебен о благодарности за прошедший год-то, и потом ко кресту батюшка уже прям вплотную подошел и головой крутит. Ну, еще тут записывать уже было. А он не знает, когда батюшки не будет, а у нас будет другой священник, из патриархии будем призывать, чтобы переходить мы никуда не будем. Ну, как сейчас, они же приезжают, служат, и архиерей, батюшка когда уезжает сейчас, он идет к митрополиту Сергея и говорит, меня не будет, а тут нужна будет какая-то. Он говорит, а кого вы хотите? Кого? Сергей Беляев, он бывший секретарь, секретарь метрополии. Он у нас был здесь, легкий такой, ну, разговор это, невъедливый. И мы можем заранее знать, десятину у нас остается, узнать, сколько он истратил, хорошо отдать, дать ему, и всех предупредить, в это время придут на исповедь. И мы ничего не умираем со страху. Но показать ему будет, что вот так было. Вот батюшка так выходил. Вот люди подходили ко кресту. Какой батюшка простой, доступный, чтобы они видели, чего подражать. Батюшка этого не понимает. Нам нужно больше сохранить вот то, что батюшка ведет службу, как двери отворяются, как он выходит, как считает. Я ему как-то один раз сказал, говорю, ты считаешь Евангелие, почему из алтаря-то не выходишь-то? Да куда тут выходить-то? Я говорю, почему не выходишь? Он сейчас шаг делает, останавливается. Вот теперь вышел. Он прислушивается. А где что-то не так, так, ну, помолчать дай, отойти. Я пришел к нему, а у него приехал священник с матушкой. Ну, там еще несколько послушников седут за столом. Ну, вот, что в чашку наклоняются, это уж не говори. А матушка ходит без платка. Матушка. До локтей голый. Я ему и сказал, батюшка, время-то позднее уже, тебе надо домой, наверное, идти. Батюшка, всего хорошего. Я полпредложения не сказал, развернулся, был таковский. Вышел, думаю, какой же батюшка у нас добрый. Сохранил меня от большего греха. Иду и сам над собой смеюсь. Ну, давайте, еще 10 минут, потом вопросы. Продолжай, Сергей Павлович. Все у меня спрашивают, как вы разные там неприятности устраняете. У меня 4, не 2, 4 программиста, которые на страже стоят и помогают. Вот как Бог делает. Отошел. Римлянам... Так, где мы остановились-то? Римлянам 15.1 Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Толкование. После молитвы опять предлагает увещание, и услаждает совершенных тем, что поставляет их наряду с собой и называет сильными. Так, прочел я это, по-моему, да? Второй стих. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Это тоже было? Тоже было. Занят, перезвоню. Третьего не было. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Толкование. Апостол ставит нам в пример Христа. Ибо если бы он хотел угождать себе, то есть искать своего, то мог бы избежать поношений и не терпеть того, что потерпел. Но он не захотел этого, а приняв на себя страдания, подвергся худой славе у многих, был почитаем, бессильным, даже обманщиком и злодеем. О нем говорили, других спасало, себя не может спасти. Матфея 27, 42. Так, злословия злословящих тебя, отца, в Ветхом Завете пали на меня. Псалом 68, 10. То есть сына твоего. И это не есть что-либо новое. Вопросы. Римлянам 15, 4. А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и тушением из Писаний сохраняли надежность. Толкование. Здесь увещевает их и к терпению искушений, говоря, да укрепляемые Писанием терпим, и терпением да покажем в себе все живое и постоянное упование. Ибо кто терпит, тот показывает, что имеет в себе упование на будущее и благо, а кто не терпит, тот потерял упование. Римлянам 15, 5. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа и Иисуса. Толкование. Показывает, что с Писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Поэтому и называет Его Богом терпение и утешение как подателя и виновника этих благ. Просит также у Него, чтобы даровал нам быть в единомыслии между собою. Ибо любви свойственно тоже думать о ближнем, что думает кто о себе. Поскольку уже есть любовь мирская, Топрисову купил по учению Иисуса Христа. То есть думайте то, что угодно Иисусу Христу. Комментарий Игнатия Лапкина. Не научая свою паству священному Писанию, в какие беды ввергли священники доверившихся им. Придумали духовничество, старчество, сделали человека совершенно безвольным и беспомощным. И люди по всякому пустяку бегут к своим духовным вождям, не знающим Писания, руководителям. Если бы православные любили Библию, исследовали ее, то они бы знали, что с Писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Произошла подмена и величина этой подмены обнаружится только на страшном суде. Бог всемогущий и страшный, создатель вселенной, по любви своей нисходит к падшему человеку. Он даровал человеку слово свое, святую Библию. Библия это не просто бумага и буквы, но это есть живые слова живого Бога. И Бог напрямую говорит каждой душе, бери и читай, открывай книгу и исследуй Писание, а если что непонятно, Бог дает святых учителей церкви, спроси у них, и они тебе разъяснят. Читая Священное Писание, каждый христианин найдет в нем ответ от Бога именно на его скорбь, лично на его печаль. С Писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Наш Создатель говорит нам через апостола Павла, 1 Коринфянам 10-13, Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Спаситель мира Иисус Христос через слово свое сам утешает скорбящих, посылает им терпением. Сегодня священники взяли на себя миссию и утешителей, и наставников, совершенно не сверяясь с Библией. Библия враждебна их деятельности в этом плане, потому что только она и разрешает все скорби и печали. Нужно только знать, где это место Писания. С Писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Вопросы? Римлянам 15 6 Дабы вы единодушно едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Что же бывает плодом единомыслия? Прославление Бога не только одними устами, но и одной душой, ибо это значит единодушно. Здесь слово Бога следует отделить, отнеся его к предыдущему, и потом читать с нового начала, и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Впрочем, не будет неприличия, если читать эти слова и не отдельно, то есть разумея Бога и Отца по отношению к единому и тому же Христу, ибо Бог Отец есть Бог Христа по человечеству, а Отец по Божественности. Седьмой стих. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Толкование единение наше наипаче прославляет Бога, как сказано, уверует мир, что ты послал меня, если ученики будут едино, так, простите, если ученики будут едины, Иоанна 17, 21, 23, напротив, несогласия наносят Богу бесчестие, ибо язычники, видя, что христиане разногласят между собой, обвиняют саму веру. Вопросы есть? Восьмой стих. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам. Толкование держится прежнего предмета речи, показывая, что Христос не себе угождал, но все принял для нас и убеждает язычников, чтобы не превозносились над уверовавшими из иудеев, ибо иудеи спасались по обетованию данному Отцам их, а язычники по одному милосердию и человеколюбию. Смысл сказанного такой. К Аврааму было обетование, что его семя получит наследие мир, Бытие 13.15, но происшедшие от Авраама все сделались достойными наказания, как нарушившие закон, и потому недостойными обетования. Поэтому пришел Христос и исполнил закон, приняв как прочее, так и обрезание. Исполнив же закон, приняв обрезание и став семенем Авраама, он погасил гнев Божий и сделал нас способными к принятию обетования. Он принял обрезание для того, чтобы обетование Божие не осталось тщетным, а не для того, чтобы утвердить закон. Что же ты, иудействующий, привязываешься к закону, который довел уже тебя до такой опасности, что ты лишишься обетования? Вопросы? Давайте вопросы какие есть. Можно слово? Да, да. Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович, Ирина из Минска, благодарю за молитвы. Сегодня я приняла истинное крещение, восполнение крещения погружением трехкратным. Искала и нашла батюшку, у которого действительно душа болела. Он понимал, для чего нужно трехкратное погружение. и сегодня Он крестил меня. Очень благодатное было крещение, и душа наполняется радостью, легкостью. Действительно ощущаешь вот эту благодать, легкость от оставленных грехов. Господь милостив. Столько было искушений до последнего часа даже пришли креститься. Трое младенцев крестились и двое взрослых. Прямо перед самым крещением меняют купель. Там начался ремонт в баптистерии, где для взрослых можно крестить. Меняют помещение, другой храм. Это в монастыре было. А там для взрослых нет погружения, только для младенцев. Ну я сказала, что я не буду креститься, потому что я с священником договаривалась, он обещал погрузить меня. Слезали со священником, он там все уладил, договорился и потом сказал мне, что я очень за вас переживал. Он чувствовал, наверное, что будут искушения такие. Он все правильно понимал. И таинство это прошло благодатно, хорошо. Он объяснял все объяснял, что для чего делается, как, все молитвы. Спаси Христос вас, благодарю вас за молитвы. Очень много было искушений, прям, ну и тоже и радости были, получила ваши книги, как раз вовремя, вот буквально перед крещением. и другие радости. У вас не засняли это крещение? Ну, мы снимали, я еще не посмотрела, буквально недавно мы приехали, долго очень это все шло и затянулось, потому что здание меняли помещение и затянулось крещение. Вот, но мы успели еще причаститься, там последняя служба была, причастили нас. Вот, благодарю вас, это благодаря вам, я создала истинность крещения, что действительно должно быть погружение, потому что помню, в сознательном возрасте я крестилась вместе со своим ребенком, я была некрещеная, крестила сына, верующая кума, она как бы, ну, не настояла, она объяснила, что важно крещение, и я ради сына, но я хотела ребенку хорошего, конечно, все же мамы хотят, а священник тогда сказал, что крестить не будет, если мама не крещена, и я крестилась не ради оставления грехов, а ради своего сына, потому что ему желала хорошего, вот, и тогда нас, это был где-то 90-й год, священник крестил нас окроплением, и тогда еще я поняла, что, ну, что-то какое-то неправильное крещение, то есть душа это понимала, наверное, что неправильно это, но так как везде все принималось, и везде всех крестят окроплением, то, ну, так вот и жила, и как бы какой-то вот груз и чувствовался на душе, что-то такое вот необъяснимое, томилась душа, я с вами хочу еще потом выйти, конечно, на видео звонок, просто сейчас нет у меня таких условий, чтобы поговорить с вами, потом расскажу вам еще более подробно, может быть, как я вас нашла, сейчас не буду время занимать, и хочу спросить у вас, вот, священник, которому я ходила на исповедь исповедовалась, он молодой, он канонически раньше его рукоположили до 30 лет, я так вижу, понимаю, но он такой ревностный был, и мне понравилось то, что он по справедливости так вот все старался по закону, Слово Божье и нес, и людям объяснял всегда правила все, и я к нему ходила исповедоваться, но когда я ему сказала, что хочу креститься погружением, что неправильно я была крещена, он это, он сказал, что, ну, что, это все равно считается крещением, и, говорит, я не знаю, я не знаю, где вы найдете так, пока оставьте, мы отдельно поговорим, тут у людей могут быть вопросы, я просто хочу помнил вас, насколько мог ночью сегодня тоже помолиться, и сразу вы всплыли передо мной, благодарю вас, спаси Христос за ваши молитвы, кто готовит, кто готовит, потом я с вами еще выйду на звонок, когда у меня получится, простите, Слава Христу, Слава Христу, что-то молчать-то, вопросов нету? Сергей Павлович, что-то ли отключили людей, что замолчали-то все? Нет, просто нету вопросов и все. Да нет, это неправда, вопросы есть. Может быть, люди научились не задавать вопросов, уже все ответы уже есть на сайте, вели, читай, сейчас и слушать уже можно. Идем дальше тогда, походу, если у кого появится вопрос, устанавливайте меня и задавайте. Римлянам 15-9, «А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени твоему». Толкование. Происшедшие из иудеев, хотя и недостойны были, однако имели обетование, а ты, призванный из язычества, спасен по одному человеколюбию, поэтому и обязан ты особенно славить Бога. Бог же славится тогда, когда вы живете в союзе и единении между собой, когда ты сносишь немощных. Римлянам 15-10-12, И еще сказано, «Возвеселитесь язычники с народом его». И еще, «Хвалите Господа все язычники и прославляйте его все народы». Исайя также говорит, «Будет корень Иесеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Толкование. Привел все эти свидетельства в доказательство того, что призванные из язычников должны жить в единении и быть в единомыслии с пришедшими из иудеев. Смиряет, чтобы не превозносились над призванными из язычников, ибо их призывали все пророки, а призванных из язычников опять убеждает не надмиваться, показывая, что они более обязаны Богу, как получившие большую милость, ибо они, не будучи народом, соединены с народом. Слова «буду славить тебя между язычниками» перед призванными, да, я говорился, «чтобы не превозносились пред призванными из язычников, ибо их призывали все пророки, а призванных из язычников опять убеждает не надмиваться, показывая, что они более обязаны Богу, как получившие большую милость, ибо они, не будучи народом, соединены с народом». Слова «буду славить тебя между язычниками» сказаны от лица Христова, вместо слов «проповедую тебя, Отче, в народах». А слова «будет корень Исеев» сказаны «вместо от корня Исеева вырастет тот, кто восстанет владеть народами, то есть Христос». Вопросы. Римлянам 15-13 «Бог же надежды исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Толкование «Молит, чтобы верующие из иудеев исполнились радости, ибо они печалились от укоризны, а верующие из язычников исполнились мира, ибо они являлись враждующими против придерживавшихся закона». Лучше сказать «молит, чтобы те и другие исполнились радости и мира». Как же сделать это верой, «А вера какое благо доставляет нам? Богатство надежды, ибо кто верит будущим благам и остается доволен настоящими, тот богат надеждой, то есть ожидает будущих благ и переносит все временные бедствия. А какое благо доставляет нам упование, приобретение силы Духа Святого, которое соделает упование наше крепчайшим, ибо упование с одной стороны доставляет нам силу Духа Святого, а с другой становится в нас от Духа Святого крепче». «Вопросы?» «Вопросы?» «То есть получается…» «Можно да, вопрос?» «Да». «То есть получается сила Духа в нас укрепляется через упование?» «Можно «Так, благо нам доставляет упование?» «Сила Духа крепчает нас через упование получается?» «Ребенда» «Именно так, через упование мы получаем Святого Духа силу. Ну, тут разговор идет о том, что это уже крещеные люди, уже верующие христиане здесь. Отсюда и Бог Святой. В моем случае учение, терпение и упование. Но упование на что, опять же, нужно пояснить? Я думаю, что, наверное, на учение, на Слово Божие, да? Идите, научитесь. Написано, идите, научитесь. Научите. Христиан во имя Отца и Сына. И Святого Духа. Да, мне научиться надо. Чтобы потом хреститься. Ну, да, да, именно так. Через это и сила Духа обогатиться, да, моя? Вера и ослышание в течение Слово Божьего. Вот и отсюда все остальное. Слово Божье, оно назидает, устрашает и так далее. Понятно. Спасибо, Христос. Силой Духа ты надежду получаешь на рождение свыше. Спасибо. Силой Духа, Святого, садил до купания. А, что там? Кто не знает, вот сейчас вопрос задает, кто, Евгений, он сегодня подал заявление на оглашение в нашу общину. Помолитесь о нем. Да, помолитесь, братья. Сестры-то. У меня, видать, интернет слабый, я, наверное, там у меня все это шипит. Да нет, не шипит нормально. Просто все проникнулись. Спаси Христос, братья и сестры. Спаси Христос. У тебя какое-то недоумение по упованию, то есть, как-то ты так вот читаешь, как будто... Нет, я просто мне, Игорь, ответил, что это касается больше крещеных в данном вопросе. Вот, приобретение силы духа, а, святаго духа, которое созидает в уповании, а, уповании наших крепчайшим. здесь вот просто-напросто, я понял, что это для, наверное, для крещеных, да, уже, которые уже крещеные. Приобретение силы, силы духа, святаго, которая садела, что саделает, упованием наших крепчайшим. Ибо упование, с одной стороны, доставляет нам силу духа святого, а с другой стороны, становится в нас от духа святого крепче. Вот этот вопрос меня интересовал, развернуть. Садись, обещаю. Значит, пока мне не открыто, наверное, понимание было. Можно, брат Сергей? Давай. Дело в том, что я по своему собственному опыту отвечу. Вот я когда уверовал во Христа, мне Господь обильно дал тоже благовестовать Слово Божие, то есть в Духе Святом. И потому говорить крещеный, не крещеный, я думаю, здесь все в руках Божьих. То есть, насколько ты можешь в себя вместить это все, что у тебя Господь дает. То есть, я именно Духа Святого в благовестии, например, в этом отношении имею в виду. Я бы не отнес только к крещению к крещеным это относится. Я и до крещения благовестовал, и после крещения Господь давал это дерзновение в благовестии. Все, отошел. Спасибо Христос, Владимир Браз. Просто да, получается у меня в благовестии, то есть, получается, как бы, людям-то уже Слово Божие несу, вот, а вот здесь у меня был вопрос по этому поводу, вот, о Святом Духе, то есть, о уповании. Здесь вот брат Владимир мне ответил более точно и развернуто. Спасибо Христос. Спасибо. Можно? Да. Вот до этого стих упоминает апостол Иисея. А чем он знаменит? Напомните, пожалуйста, что он вспоминает именно в этом контексте? Ну, он предок просто. А почему он именно и его этого предка поменяет? Или это... Ну, пророчество, пророчество. О нем говорит, вот поэтому. Ну, пророк Исаия говорил про него. Исаия также говорит, будет корень Иисеев и восстанет владеть народами. На него язычники надеются будут. Здесь на него с большой буквы но Исей как-то каким-то образом будет владеть народами. Да. Почему тогда Исайя именно Исей вспомнил? Ну, потому что он из него, от него, поэтому его и вспомнил. Ну, да, ну, в смысле, ионное пророчество. Ну, как, почему? Ну, родословие Христа посмотреть, этих, отца и матери, там все, почему-то Бог избрал именно по этой стезе. Нет, вопрос в том, что, почему, допустим, не другого какого-то пророка, почему именно Исей, может быть, чем-то он связан, каким-то особенное что-то есть у него? Почему именно вот в этот момент Исей исполнил? Ну, он отец Давида, а этот, как бы, как Давид, сын Давида назван. То есть, обещание прошло, что будет в сыновьях Давида, этот, восстанет царь, которому поклониться и будет он вовеки править. А Исей это отец Давида. вот и все, как, я говорю, просто родословие такое идет и, соответственно, пророчица по нему, то есть, Исай это пророчица по этому родословию и прошло. А почему он выбрал именно этих, вот, ну, самые там, значит, были подходящие. То, что Исей родил от Давида царя, от Давида Христос. Ну, по колену, то есть, мы же не спрашиваем, почему колено именно Иудина Господь выбрал. Игнать Тихонич, давайте, отвечайте вы. Пророк Исайя это единственный пророк, у которого прозвище Ветхозаветний Евангелист. Он настолько зримо показал, каким будет Христос. Это роковая для иудеев глава 53. Притом, они стандартно все отвечают, опустив голову, об этом не будем говорить. То есть, где-то внутри все-таки есть у них там луч света пропадает, попадает, что это речь идет о Христе. Он изъязвен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше. О ком говорится? Об Израиле. Ну, какой Израиль-то? Какие язвы-то? Мучим забил. Он за свои беззакония-то не знал, что делать. Шел в плен. Ну, то есть, вот так-то уже. Если человек Духом Святым обладает, он даже не будет думать. Дух Святой придет и научится всякой правде о Суде Божьем. Поэтому он взял этого пророка самое мощнейшее доказательство. А что отсюда? Прямо говорит Исеев. Отец его Исеев. И никуда нельзя вернуть. Меня неоднократно спрашивают мусульмане, ну, а у вас в Библии-то что-то есть предсказание о нашем пророке, который был-то? Ну, предсказание может быть намеком где говорится кто не исповедует Христа пришедшего во плоти? Вот кто не исповедует его? А он исповедовал? Нет, не исповедовал. Ну, я не при чем тут, там написано. Явилось много антихристов, и эти антихристы будут. Отрицает Христа, на Христе все замкнулось. Он не признает кто, а кто? Патриарх не признает, Папа Римский, антихрист. Разницы никакой нету. Потому что это против всего идти. И он не как-то пришел к нам во плоти. Бог принял плоти. А как это может? А зачем тебе рассуждать? Как? Никто не знает, как это. Тайна, вели. А у них нет духовного рассуждения никакого. Внешнее правило берут, да и те с искажением. Благодати разумения Писания нету совершенно у всех людей, которые не приняли Христа как спасителя умершего за их грехи. А раз не приняли, за них ходатайства и нету. А раз нету, значит, Дух Святой не сходит. Вот у Милыша описано о том, как приходили крещения принимать, которые турки. Они сказали, говорят, мы были крещеные родителями, когда маленькие были, потому что у нас, говорят, у мусульман, очень часто дети беснуются, бесноватые. И они нашли лекарства приходить и крестить, а дальше воспитываются в законах своих. Окрестили правильно, троекратное полное погружение. И святые отцы рассудили крещение, это не признавать действительно, нет его. Так он полное погружение, без веры. Главного условия нету. Его не ущерб, он вырос, настоящий боевик, все, хорошо это, как-то, для Христа это никак не как. Тут надо так поставить. Правильно рассуждаете по плоти, умеете хранить своих женщин, то другое. Но здесь речь идет о том, что Христос взял ли ваши грехи, а если вы не признаете его смерти, он и не взял. Начаток, мы называемся начаток, плоть наша. Ян Златоуст говорит, а почему начаток? Ну, вначале он плоть сотворил, а потом вдунул. И наш начаток, тело, человеческое, было вознесено на небо. Образно, картину представляем так, что Бог, который является справедливостью, по справедливости должен наказать и истребить. А Христос говорит, Господи, Отец мой небесный, я умер за них, этот грех, вот какой он там, то, другое, блудник, я как блудник умирал, я как убийца умирал. И показывает раны, то есть начаток наш вознесен. Если я не пойду, то Дух Святой не придет, потому что он на стивление не достигнет своей цели. Вот надо рассуждать. Начаток наш там. А они его не признают, что он вознесся, значит ничего у них и нету. Они не прощен и так во грехах умирают. Те люди, те люди, которые Христа не приняли, не имеют значения, как они называются, христиане, буддисты, муслимы, никакого. Принял или не принял Христа, пришедшего во плоти. А не принял. Антихрист написан, Дух Антихриста. И все. Вся свята скверт ногами. Тут надо просто открывать истину и понимать. Наш начаток за всех людей, он говорит, нет, он не вознес, значит за тебя и нет, тогда ты не принимал это. А не принял, значит и молиться ты не можешь. А он такой-то хороший был, пророк и прочее. Ну и что? Он не Бога у вас. Бог, только Бог мог искупить. Бог совместился с человеком. А как может? Да никто не знает и никогда не узнает. Как, как? А дьявол может так сделать? Нет, не может. Только призрачно. Он не может быть. Вот Бога человек и дьявол, дьявола человек. Может ли быть? Нет. По делам ваш отец дьявол, это может. А сделать, чтобы одновременно он был никак. И предтеща, и сам антихрист, и предтеща антихриста, это будут люди еврейской национальности с колена данного. Там еще какие драматические события развернутся. А кажется, что он и там седьмого или пятнадцатого колена от блуда. Мать блудница была, прабабка, и он от них. Интересно, друг Ленина, Бухаров был, Николай Иванович. Он мать спрашивал, мама, как я родился? Ну, как? Вот так жили. Так, может быть, ты не от отца от блуда, да ты что придумаешь-то? Ему хотелось бы, чтобы антихристом быть от блуда. Ну, так и получилось, расстреляли. Любимец Ленина был, Бухарщик. Вот я попутно просто показываю. Вот надо все принимать со смирением, с благодарением и петь Аллилуйя. Сектанты не признают. Не признают, значит, церковь, а мы церковь. А с чего ради? Когда она была основана? Он не сказал, буду основывать в веках, а один раз создам. И в полноте церковь уже была Сионская горница и горница Римского воина. Корнилия. Это уже для язычников половинка двери открылась. А не так, что в 17 веке вот придет там Мартин, Лютер или... Я вот хотел спросить, сейчас вижу, зарядили кто-то из Сея. Удобно сделали? Кто знает, кто эту систему сделал? Поисковик. Притом поисковики сейчас есть с соборными постановлениями. Вселенские, поместные и святые отцы. Но неканонические книги нету. Кто это сделал? Когда я писал книги, мне было очень удобно копировать места. Я сразу близкий, который у меня был программист, я говорю, найди мне его, найди. Он так мне помог, с такой скоростью книги выходили, ну, 38 томов, это же не игрушка. И он его нашел. Как его фамилия? Где он? Какой национальности? Кто знает? Вот мы, наше создание, мы молимся ежедневно за него. Ежедневно. Такое благо он сделал. Мы ежедневно молимся, благодарим Бога за того, кто мобильный телефон изобрел. Ежедневно благодарим Бога, кто изобрел интернет, поминая их имя и фамилию. Ежедневно. Вот, благодарственный канон, слава Богу, за все. Там говорится, за радость, изобретательность, за все, что Бог сдал людям, за это, за все благодарим. И мы благодарим. Ну, давайте по порядку. Кто вот этот библейский поисковик сделал? Труда положена уйма. Кто? Разошлись, никого нету. А какой у вас? Тимофея Ха? Да, я сказал, Виктор нашел его, я ему целую посылку спроводил. Начитанные пленки там, диски эти. Вьетнамец. В московском МГУ протестант. Почему не православный? А православным зачем? Паки-паки и стоят. Какого не возьмешь, а даже ну-то ты Сербия, уже православная страна, никвущий, без рук, без ног. Протестант. А если бы не протестант, ну, лежал бы в коляске, копейки собирал. Другого-то ничего у нас, не калеки-то, калека-то куда? Ну, в храм. Дороже поставим молитву послушания дядьки с капустой. А кто изобрел интернет? Там Тимофей Ха. Ха фамилия, два, где буквы? Ха. Он о себе открыто пишет биографию. Когда-то на велосипеде ехал, ну, маленький велосипед-то был-то. Я, говорит, упал. А мать впереди шла, она как бросилась поднимать меня. Ну, вот, когда-то прошло время, уже я, говорит, в десятом или где классе учился, я, может, что-то не так скажу. И матери было тяжело, и она там упала где-то, я не подошел. Я эгоист. Он сам себе приговор вынес. И мы ежедневно молимся за него, за Тимофея. Тимоша. Ну, а кто изобрел интернет и телефон? У нас в лагере все это написано, малые дети и все знали наизусть. Тим Барнерс Ли? Сейчас Мартин Купер. Не получилось. Давайте снова. Кто? Тим, тоже Тимофей. С интернетом Бернерс, Бернерс и снова с большой буквы Ли. Хотя он выглядит как европеец, но что-то здесь фамилия корейская. Тим Бернерс Ли. А телефон Мартин Купер. И мы ежедневно Тимофея, Тимофея Мартина. Ежедневно сегодня, вчера, позавчера всегда молимся за них. Они так облегчили нашу жизнь. Вот и все. Меня никто не учил его искать. Я увидел, какой же он молодец. Так он все это сделал хорошо. Ну все. Давай на молитву, Сергей Павлович, зови. Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, Матерь Бога нашего. Ты достойна большей почести, чем Херавима, и послави своей несравненно выше Серафима. Ты без нарушения чистоты родила Бога Слово, и как истинно Богородицу мы тебя величаем. Пускай Роман Фроликов помолится. Назначайте молящего сигнатия. Микрофон включить. Я говорю, пускай Роман Фроликов помолится. Поблагодарит Бога. Благодарю Тебя, Господи, Боже наш, за то, что предоставляешь нам время и место, даешь нам ищу и все наше здоровье по благовремени. Даешь нам время для покаяния, для исправления, для обличения самих себя, для научения самих себя и других тоже, и для наставления самих себя праведности. Даешь нам примеры, живой пример веры деятельной. Господи, слава Тебе. Аминь. 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 Православные это еще и молиться-то не знают как. Почему Петр Первый сказал, что не по бумажке говорили, накладку доделают сенаторы. Добрый дурь каждого винара. Добрый Добрый наклад какой. Добрый дурь. Добрый дурь. Так, ну так, братья, стихи, которые мы учили, мы уже сколько выучили, около 15, по-моему, стихов. Но вот у нас Рождество же впереди. Так что на среду никакой новый стих не будет задаваться, будет закрепляться вот эти стихи, которые мы выучили, и в среду мы их кто может расскажет, чтобы повторить все стихи, время было. Потому что надо закрепить еще. Уже то, что выучено, уже много, хорошо, чтобы надо закрепить. Соглаш. Поэтому сегодня проверки не будет, а будет в среду. Это все повторяем, все, что было до этого. Хорошо, с Богом. С наступающим Рождеством. Спаси Христос. Я тоже. Спаси Христос. С наступающим Рождеством.